Хорошее настроение, добрались, разместились. Сейчас важно за время до конца дня, с учетом предигровой тренировки, которая нам еще предстоит, и после дороги восстановительные мероприятия с ребятами, медицинские какие-то моменты, хорошо восстановиться, отдохнуть, самое главное после дороги, поспать хорошо, и завтрашний день посвятить уже полностью концентрации к предстоящему матчу. Готовимся к игре, чувствуем себя хорошо, то есть заряжены, вперед. Я бы сказал так, что мы понимаем, соперник достаточно опытная команда, команда, которая в последние годы является чемпионом Болгарии, участник постоянных и групповых стадий Еврокубков. Понятно, что на стороне соперника есть опыт международных матчей, и мы понимаем, насколько серьезный соперник нам в этом раунде противостоит. Но, тем не менее, мы вышли во второй раунд заслуженно, и считаю, что два матча, в которых будет решаться исход этого противостояния, да, первая выездная игра, понятно, что нам надо предложить свои козыри сопернику, для того, чтобы каким-то образом по сумме двух матчей склонить чашу весов в свою пользу. Поэтому будем искать свои сильные стороны, как реализовать и в завтрашнем матче, ну и, безусловно, в ответ. Ну, здесь я не буду оригинальным, скажу то, что мы, например, в сравнении с предыдущим раундом, с пинником, нашим соперником, полностью представление, имея молодогорцы. Они все-таки провели два матча с Динамо Батуми, мы эти матчи проанализировали, плюс они играли еще позавчера в матч чемпионата страны, первый тур против ЦСКА Софии. Поэтому обойма у соперника очень серьезная, команда может позволить себе сыграть и матч чемпионата через два, 21-го, а через два на третий матч Лиги чемпионов. Поэтому мы понимаем, насколько хорошая обойма квалифицированных футболистов у соперника. Тем не менее, еще раз готов повторить, что организация игры, дисциплина, полнейшая самоотдача и исполнительское мастерство в тех моментах, которые нам предоставятся для реализации голевых ситуаций. Вот здесь, я думаю, это будет решающим фактором в том, чтобы добиться положительного результата. Ну, здесь покажет только игра, кто фаворит. Я думаю, в нашем двухматчевом противостоянии мы все увидим. То есть, тогда была совсем другая команда, там, в 21-м году. Сейчас совсем другая команда. То есть, только покажет игра, кто серьезно настроен, кто готов, кто-то победит. Я думаю, что сам по себе турнир Лига Чемпионов, квалификационный раунд, это наиболее престижный турнир. Мы понимаем, что здесь играют чемпионы своих стран, по крайней мере, по пути чемпионов, в котором мы участвуем, Минская Динамо. И, естественно, что, ну, чтобы кто ни говорил, Лига Чемпионов – это самый, скажем так, по рейтингу высокий европейский турнир. Поэтому в этом отношении, конечно, мы чувствуем и ответственность. И сами ребята также, и команда в целом проникнута ответственностью, потому что первый шаг сделан. И, как говорится, есть возможность побороться за то, чтобы сделать следующий шаг. И в этом отношении я чувствую, что ребята амбициозные, команда хорошо настроена. И постараемся, еще раз говорю, приложить максимум усилий, чтобы постараться сделать этот шаг вперед. Ну, конечно, как бы Лига Чемпионов – это всегда особое внимание на игроков, на команду в целом. То есть, конечно, готовы, все-таки, такие шансы не у каждого из жизни играть Лиги Чемпионов. То есть, конечно, все готовы, все настраиваются на игру и показать только положительный результат. Ну, тренеры соперника, наверное, также вместе с командой разбирали, анализировали нашу команду. Мы, в принципе, открыты, в открытом доступе. У нас в разгаре чемпионат с нашей стороны. Плюс также я уверен, что они посмотрели два матча против Пиника. Ну, коль такое представление сложилось у главного тренера Лодогорца, в какой-то степени, наверное, это соответствует действительности. Поэтому хорошо, что соперник о нас так хорошо отзывается и видит в том, что мы действительно хорошо готовы. Нет, я думаю, что здесь нет особой разницы, где начинать, в силу того, что правило выездного гола уже давно отменено. Поэтому в любом случае, для того, чтобы пройти следующий раунд, в одном из матчей нужно добиваться победы. Это априори. Две ничьи, как было раньше, когда было правило выездного гола, например, можно было сыграть, например, 1-1 на выезде и 0-0 дома. И гол, забитый в выездном матче, давал преимущество прохода в следующий раунд. Сейчас этого нету, поэтому в любом случае, в одном из матчей надо добиваться победы, для того, чтобы сделать следующий шаг вперед. Поэтому здесь без разницы, начинаем на выезде, но это воля жребия, поэтому мы принимаем это.